Живите в этом мире верой! Эммора Эвиянина, князя земли той, и взял её и спал с нею, и сделал ей насилие, и прилепилась душа его в Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы, и сказал Сихем Эммору, отцу своему говоря, «Возьми мне эту девицу в жену!» Иаков слышал, что сын Эмморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они, и вышел Эммор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Эммор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе, за сыновей ваших, и живите с нами. Земля сия пространна пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу ее и братьям ее, «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вена и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И отвечали сыновя Иакова Сихему и Эммору, отцу его, с лукавством, а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, «Симеон и Левий, братья Дины, сыновя Лиины, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас, только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ, а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». ВЕХА ВЕРЫ Мы ведем жизнь веры после того, как были спасены от греха верой в данное Господом Евангелие воды и Духа, и с этого момента мы не должны любить этот мир так же сильно, как мы любим Бога, «Хотя я призываю вас не любить мир, тем из вас, кто любил этот мир, наверное, нелегко сразу же перестать его любить. Каждый человек упрям по-своему, и в этом проблема. Вы также, вероятно, пытаетесь жить в соответствии со своими упрямыми желаниями. Но есть одна вещь, которую мы должны четко осознать. Это означает, что даже если верующие в Евангелие воды и Духа начнут любить этот мир больше, чем Бога, то их сердца и тела будут осквернены, и в конечном итоге они столкнутся с большими страданиями. Все, кто был спасен от греха верой в праведность Иисуса, должны провести четкую линию спасения в своем сердце. В их сердцах должна быть четкая вера в праведность Господа. И после спасения от всех своих грехов они не должны сохранять эту веру только как формальную религиозную практику. Иначе говоря, если вы действительно получили истинное прощение грехов в своем сердце, уверовав в праведность Господа, то с этого момента вы должны продолжать любить Бога больше, чем мир. Это должно быть для вас однозначно ясно. Действительно, когда речь идет о нашей христианской жизни, наша вера должна быть однозначно ясной. Даже сейчас, прогуливаясь в горах, вы все еще можете наткнуться на фиксированный указатель, например, бетонный блок, обозначающий линию разграничения. Это и есть ориентир. Иначе говоря, ориентир устанавливает границу чьей-либо земли. Подобным образом, верующие в Евангелие воды и духа должны провести четкую линию в своем сердце по следующему вопросу. «Я принадлежу к Божьему народу, или я такой же, как люди этого мира?» Относительно этого вопроса Библия использует пример обрезания и называет его духовным обрезанием, говоря, что рожденные свыше – это святые, обрезанные в сердце. Главное действующее лицо в сегодняшнем отрывке из Писания – Дина, дочь Лии и Иакова. Совсем недавно отец Дины Иаков оставил своего дядю и поселился в земле Эмора, князя Евеев. В то время Иаков был спокоен, потому что вот-вот закончил строительство дома для своей семьи и хлева для скота. Хотя у Иакова было много сыновей, у него была только одна дочь по имени Дина. Когда ее отец покинул дом своих свекров и построил новый дом в чужой стране, Дине стало любопытно узнать об окружающих народах и захотелось увидеть их культуру. Она хотела узнать об обычаях своих соседей, о том, как они выглядят и какова их религия. По этой причине Дина отправилась осматривать соседние земли, но когда Сихем, сын вождя племени, увидел ее, он влюбился в нее с первого взгляда. Дина была поражена внешним миром, который она увидела впервые, но в конце концов Сихем похитил и изнасиловал ее. Важным моментом здесь является то, что Сихем любил Дину, и что сама Дайна не испытывала к нему особой неприязни. Они решили пожениться, но чтобы пожениться, им нужно было получить разрешение от обеих семей. Со стороны жениха у Сихема все было полностью готово к браку. Он был достаточно богат, чтобы предоставить все выкупное, которое могла потребовать семья Дины. На Ближнем Востоке даже в наши дни жених должен предоставить большое выкупное, чтобы привезти невесту домой. В этом отношении молодым мужчинам в Корее очень повезло. Если бы они находились на Ближнем Востоке, они не смогли бы жениться без большого богатства. Кстати, Сихем был готов ко всему, что требовалось для брака. Но как насчет семьи Дины, то есть семьи Иакова? Поскольку они верили в Господа Бога, они вообще не могли вступать в брак с язычниками. Действительно, они были святой семьей, которая верила в Иегову, и Дина была единственной их дочерью. Поэтому ни материальные стимулы, ни расчет процентов не давали достаточных оснований для того, чтобы какой-либо язычник мог жениться на членах семьи Иакова. Он должен был верить в Бога и Иегову, как в своего Бога. Иаков был разгневан, услышав, что его дочь осквернена. Но поскольку он жил в чужой стране, то ничего не мог с этим поделать. И он ждал, когда его сыновя вернутся спасть бы. И когда вечером вернулись все его сыновя, он устроил семейное собрание и сказал, «Ваша единственная сестра Дина так пострадала в этой земле, что нам делать?» Когда братья Дины услышали это, они были настолько разгневаны, что хотели вырезать все племя Сихема. Поэтому сначала они поставили условия племени Сихема, настаивая на том, что все они должны быть обрезаны, прежде чем Сихем сможет жениться на их сестре. Они сказали, «Поскольку мы Божий народ, мы никогда не можем вступать в брак с необрезанным племенем. Но если ты обрежешься, то мы отдадим за тебя сестру нашу». В те времена, когда мужчине делали обрезание, первые три дня боль была настолько сильной, что он не мог даже встать и свободно передвигаться. В наши дни, благодаря достижениям медицины, эта процедура не сопровождается такой сильной болью, но в те древние времена это была очень болезненная процедура, поскольку крайнюю плоть отсекали острым камнем. Поэтому уже на третий день у обрезанных нередко развивалась инфекция, и боль была настолько мучительной, что они не могли даже встать. Сыновя Иакова солгали Сихему и Эмору, отцу его, князю Евеев, что каждый мужчина в племени должен быть обрезан, чтобы взять дочерей из семьи Иакова. Поэтому они приняли это предложение, и все были обрезаны. И на третий день после обрезания сыновя Иакова убили каждого мужчину из этого колена. Другими словами, на третий день после обрезания, когда каждый мужчина в земле испытывал сильную боль, сыновя Иакова пришли, вооруженные мечами, и зарубили всех мужчин, словно на охоте. Они убили всех мужчин в той земле. Эти мужчины могли бы дать отпор, но поскольку они были обрезаны, им было слишком больно, чтобы даже встать. Таким образом, сыновя Иакова убили всех мужчин из этого колена, включая Сихема. В то время сыновей Иакова было всего двенадцать. И даже если прибавить к ним его слуг, число их не так уж сильно увеличилось бы. Кроме того, поскольку Иаков не так давно покинул своего дядю, у него было не так много внуков. Положение Иакова было настолько опасным, что вся его семья могла быть уничтожена, если бы его соседи взяли в руки оружие и поразили его. Мои единоверцы, это не просто историческое событие. Через это историческое событие Бог учит нас с вами духовной истине о вере. Что же это за истина? Это не что иное, как заповедь о том, что дети Божьи никогда не могут вступать в брак с язычниками. Если кто-либо ослушается этой воли Божьей и женится на язычнице, то этот человек должен осознать свое предательство против Божьей праведности. Злые духи действуют в тех, кто не рожден свыше, тогда как в рожденных свыше действует Святой Дух. Этот Святой Дух укрепляет верующих в Евангелие воды и Духа, побуждает их молиться Богу, а также придает им духовное мужество. Так и Святой Дух, живущий в тех, кто родился свыше, через веру в Евангелие воды и Духа, совершенно отличается от духов, живущих в тех, кто не родился свыше. Поэтому даже верующие будут испытывать огромные трудности, если они женятся на ком-либо у кого другой дух. Хуже того, они будут настолько утомлены, что не смогут вести духовную войну в своей жизни. Хотя мы, верующие в Евангелие воды и Духа, не ненавидим неверующих, эти люди крайне ненавидят нас. Библия говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна, глава 10, стих 10. И подобно этому вору, те, кто не был рожден свыше, намерены убить истинно рожденных свыше. Вы должны четко осознать это. Вот почему те, кто родился свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, никогда не смогут жить в мире с теми, кто этого не сделал. Каждый должен быть обрезан в сердце и вести жизнь духовно обрезанного святого. То, что человек должен быть духовно обрезан в сердце, означает, что все его грехи должны быть отсечены от его сердца путем веры в Евангелие воды и Духа сердцем. Действительно ли я принадлежу к Божьему народу, который верит в Евангелие воды и Духа? Или я не принадлежу ни к народу Божьему, ни к людям этого мира, а застрял где-то посередине? Бог говорит нам, чтобы мы провели четкую линию в наших сердцах относительно таких вопросов. Другими словами, Бог говорит нам четко сердцем верить в Евангелие воды и Духа. Что произойдет, если вы будете вести свою жизнь так же, как люди мира, несмотря на то, что вы получили прощение грехов и родились свыше через веру в Евангелие воды и Духа? Иными словами, что произойдет, если вы подумаете, что измениться, если эти христиане так же исповедуют Иисуса и свидетельствуют о своей убежденности в спасении? Такой человек – это тот, кто не проводит в своем сердце четкую линию спасения. Бог не терпит такой неясной веры и не радуется ей. По большому счету, такие люди еще не достигли спасения, даже если они устами исповедуют веру в Евангелие воды и Духа. Сегодня Бог говорит нам с вами верить в Евангелие воды и Духа своим сердцем и жить этой непоколебимой верой. Ваша вера должна быть достаточно ясной, чтобы понять, принадлежите ли вы к Божьему народу или к народу дьявола? Принадлежите ли вы к Божьему народу или к народу дьявола? Или вы просто религиозный практик, который верит в Иисуса только из соображений моральной справедливости, не имеющей ничего общего с вашим рождением свыше? Именно в таких вопросах наш Бог хочет, чтобы мы провели четкую линию, разграничивающую нашу веру. Когда народ Израиля уже должен был войти в землю Ханаанскую под руководством Иисуса Новина, то есть до того, как они захватили и Ерихон и вступили в землю Ханаанскую, их граница проходила по реке Иордан. Когда израильтяне пытались перейти эту реку Иордан, это было примерно во время сбора урожая пшеницы, то есть израильтяне перешли Иордан в самый разгар сезона дождей. Это было время, когда река Иордан разлилась, и через нее невозможно было пройти. Затем Бог обратился к Иисусу Новину со словами, «Пусть священники из народа израильского несут ковчег Господа Бога и войдут в реку Иордань раньше всех, после этого река перестанет течь. Когда река перестанет течь, разделится и высохнет, как Красное море, тогда пусть народ Израиля войдет в нее». Это было историческое событие, которое было вписано в сердце каждого израильтянина. Мои единоверцы, в нашей жизни веры также должно быть это событие на реке Иордан. Как река Иордан была разделена, так и в наших сердцах должна быть проведена четкая линия веры. Я дитя Божье, а мы его народ. У нас с вами постоянно должна быть такая вера. Конечно, мы можем иметь дело с кем-то в этом мире, кто не был рожден свыше, но делать Божье дело с такими людьми невозможно, и это утомляет нас, рожденных свыше. Вот почему Бог сказал нам не работать ни с какими идолопоклонниками, поскольку так говорит Слово Божье, зачем нам вообще объединяться с теми, кто не был рожден свыше, и работать с такими людьми. Сегодня Бог говорит нам, чтобы мы имели эту непоколебимую веру, чтобы мы всей душой верили в Его праведность, нам с вами нужна такая ясная вера в праведность Божью, чтобы запечатать наши сердца. Я принадлежу к Божьему народу, хотя я с вами, я не принадлежу к вашему племени, я из принципиально иного поколения, именно такая вера должна быть у нас. Мои единоверцы, народ Израиля дети Божьи не могут вступать в брак с другими племенами. Духовно рожденный свыше человек не может жениться и жить с тем, кто не был рожден свыше. Наша вера в праведность Божью это не та вера, которую обычно имеют религиозные люди в этом мире. Наша вера в Бога это действительная вера в праведность Божью. Мы должны ясно осознать и глубоко запечатлеть в наших сердцах, что Слово Божье наставляет нас не вступать в брак с теми, кто не рожден свыше. Даже если верующие в Евангелие воды и Духа приспосабливаются и пытаются жить с тем, кто не был рожден свыше, в конце концов они все равно не могут жить с таким человеком и иметь с ним общение. Общение невозможно, потому что их сердца сметены. На какие бы уступки не шли рожденные свыше ради сохранения хороших отношений, когда они слушают тех, кто не родился свыше, те говорят такие детские и нелепые вещи, что с ними невозможно находиться рядом. Те, кто верит в Евангелие воды и Духа, являются Божьим народом. Мы верим в Евангелии воды и Духа, и хотя между собой мы можем спорить о том, кто лучше или хуже, любой из нас несравненно лучше тех, кто не рожден свыше. Евреи, народ Израиля, считают язычников псами. Для нас это также невысокомерно считать грешниками тех, кто еще не родился свыше, то есть тех, кто еще не стал Божьим народом. Слово грешник здесь означает того, кто все еще не спасен от своего греха. Каждый в этом мире, кто не родился свыше, на самом деле является грешником. Я рожденный свыше человек. Я принадлежу к Божьему народу. Я отличаюсь от всех грешников этого мира. Мы должны ясно осознавать эту веру. Мы должны непоколебимо верить в Евангелие воды и духа из глубины нашего сердца. Вместо мыслить расплывчато, мы должны провести четкую линию в своем сердце, чтобы верить, что мы Божий народ и его дети. Какими бы слабыми и неполноценными мы не выглядели изнутри Божьей Церкви, когда мы выйдем в мир, мы увидим, что даже самые умные люди там не смогут одержать верх над самыми слабыми среди нас. Люди этого мира даже не могут сравниться с Божьим народом, так же, как ни одна собака никогда не сможет победить льва, какой бы большой она ни была. Спасши нас от мира, через Евангелие воды и духа, Бог говорит нам, «Вы мои святые и мой народ, вы мои дети, а я ваш отец». Будучи такими людьми, мы получили огромные благословения. В вашем сердце должна быть непоколебимая вера в это. Мое самое искреннее желание для вас, чтобы все святые здесь вели жизнь веры, веря в это. Вы не должны просто знать Евангелие воды и духа, только на уровне интеллектуального согласия. Я прошу вас верить в Евангелие воды и духа всем сердцем и с этой верой никогда не искушаться миром и не впадать в него. Если мы, рожденные свыше, впадем в мир, то осквернятся и наши сердца, и наши тела. Это произойдет непременно. Конечно, мы не можем не жить в этом мире. Однако, несмотря на то, что мы живем в этом грешном мире, мы все еще трудимся в этом мире, распространяя Божье Евангелие воды и духа. Другими словами, именно ради Евангелия воды и духа мы с вами живем в этом мире. Из-за любопытства к миру. Мои единоверцы, дочь Иакова Дина в сегодняшнем отрывке из Писания была настолько очарована и обольщена миром, что вышла в него. Конечно, сначала у нее не было никакого желания делать это. Если бы она знала, что с ней произойдет, то есть, если бы она знала, что столкнется с такими страданиями, не сможет выйти замуж, причинит огромный вред своим родителям и семье и принесет им столько горя, то она бы никогда не вышла в мир. Что послужило причиной того, что Дина решилась выйти в мир? Ее очарование миром. Это было связано с ее любопытством к миру. Люди мира отличаются от моего отца, матери и братьев. Мужчины здесь говорят совсем не так, как мои братья. Они так же выглядят совершенно по-другому. Таким образом, она была очарована миром и его людьми. По мере того, как она видела мир в этом свете, ее все больше искушало и влекло к нему, и в конце концов она так увязла в нем, что не смогла бы выбраться из него, даже если бы захотела. Что случилось с Диной при этом? Как только она вышла в свет, она совершила огромную ошибку, которая вызвала сильное беспокойство ее отца и поставила всю ее семью под угрозу уничтожения. Семья Иакова была бы полностью истреблена, если бы не Божья защита. Но поскольку Бог решил умножить народ Израиля через Иакова, его семья была защищена. В противном случае семья Иакова могла быть легко истреблена. На самом деле Дина причинила вред не только своей семье, но и Богу. Это означает, что хотя мы понимаем друг друга в церкви, поскольку все мы немощны, если Божьи люди будут жить с грешниками, а не в своем царском доме, они будут смертельно осквернены. Из-за этого инцидента с дочерью Иакова Диной дети Израиля были приведены в состояние повышенной готовности. Ни 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 один праведник не должен рыскать по миру. Почему Бог записал сегодняшний отрывок из Писания именно так? Чему Он нас учит? Конечно, рожденные свыше Божьи люди также испытывают некоторую тоску по миру. Сначала эта тоска мала, однако если это стремление к миру будет расти все больше и больше, то в конце концов оно приведет к тому, что их заманят в мир и тогда они точно осквернятся и неизбежно потеряют все то, чем обладали. Взгляните на слово здесь. Сколько потеряла дочь Иакова Дина, когда вышла в мир? Поэтому наши святые должны жить в Божьем владычестве, они никогда не должны выходить в мир и блуждать там, как это делала Дина. Если это произойдет, то в конечном итоге они понесут неисчислимые потери. Они столкнутся с необратимыми потерями. Такова истина, которой Бог учит нас с вами сегодня. Как Сатана искушает рожденных свыше. Он пытается выманить их в мир. Сначала он предлагает славу, а затем постепенно предоставляет удовольствие. Поначалу может показаться, что это нормально, если вы хоть немного поддадитесь искушению сатаны. Но в конечном итоге вы понесете из-за этого бесчисленные убытки и необратимый ущерб. Именно этому учит нас сегодняшнее слово. Мои единоверцы, честно говоря, я тоже бродил по миру, как идино, когда впервые встретил Господа. Такие желания были очень сильными. Я хотел войти в мир, но я подумал о последствиях такого поступка и пришел к следующему выводу. Я спасен, но если я буду блуждать по этому миру, то в итоге оскверню и тело, и сердце. Тогда никто в моей семье не будет спасен. Тогда не спасутся даже мои собственные дети. Я понял, что если я выйду в мир в поисках славы и богатства, то те, кто должен был быть спасен через меня, не будут спасены. Действительно, подобно тому, как Дине было на что посмотреть, когда она вышла в мир к Евеям, спасенных неизбежно посещают блестящие соблазны мира. Когда я впервые встретил Господа, знаете ли вы, что сказала мне моя мама, которая была директором большого молитвенного центра. Она сказала, что купит мне машину. Она также сказала, если ты хочешь поехать учиться за границу, я оплачу тебе это. Я дам тебе все, что ты захочешь, если ты останешься здесь со мной. Если тебе нужны деньги, я отдам тебе все свое имущество. Это была приманка, которую она бросила мне. Но я открыл слово Божье и с помощью этого слова говорил с моей мамой. Тогда мама сказала мне, то, во что ты веришь, не является абсолютно неправильным, но я по-прежнему хочу, чтобы ты работал со мной в этой признанной конфессии. Однако я сказал ей, что не могу быть с тем, кто не рожден свыше. Я дал ей понять, что не могу быть с ними только потому, что изучал богословие в их семинарии и что я намерен открыть собственную церковь. Затем моя мать снова искушала меня угрожающими словами. Она сказала, что если я отвергну все ее предложения, то она вообще не сможет дать мне денег. Она сказала мне, что я могу уйти, если хочу, но денег она мне не даст. В то время ко мне приходили бесчисленные друзья, чтобы переубедить меня, говоря, что мне нужно прийти в себя, они умоляли меня прислушаться к их совету. Нет ничего плохого в том, что ты говоришь или во что веришь, но сколько людей в этом мире имеют это ясное слово и непоколебимо верят в него, как оно есть. Хотя ты не ошибаешься, если ты будешь так прямолинеен, у тебя не останется прихожан, так как все разбегутся. старшие пасторы нашей конфессии также будут оскорблены, так что не высовывайся, это будет для твоего же блага. Поэтому я сказал им, друзья мои, я благодарен вам за ваши советы, но не беспокойтесь обо мне, это не значит, что я не служу Богу, и я не собираюсь выходить в мир, так что не волнуйтесь, приходите ко мне, когда я открою свою церковь. Тогда они сказали, ты не можешь этого сделать, ты не можешь сделать это в одиночку. Я ответил, не говорите так. Подобным образом мои друзья также искушали меня, но если бы я послушался совета этих друзей, то мое сердце было бы осквернено так же, как сердце Дины из сегодняшнего отрывка из Писания было осквернено изнасилованием. Моя вера была бы осквернена вместе со всей моей жизнью. По прошествии этого времени я поблагодарил Бога, когда я пошел вперед с верой в слово Господа, Божье дело возросло, члены моей семьи были спасены, и то, что казалось невозможным, на самом деле стало возможным. если праведники последуют за миром, они потеряют все и в теле, и в духе. Я хотел бы дать вам это наставление, потому что вы родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Это не значит, что я говорю это потому, что считаю, что вы сейчас следуете за миром из любви к нему. Но что будет, если вы полюбите мир и последуете за ним? Вы потеряете все и в теле, и в духе. Вы понесете серьезные убытки. Таковы будут последствия для вас, если вы последуете за миром. Вот, что я пытаюсь сказать. Возможно, кто-то из вас скажет, в этом можно быть уверенным, только прожив всю свою жизнь. А как можно быть уверенным, если ты еще не прожил всю свою жизнь в этом мире? Однако, если бы я нарисовал автопортрет себя в возрасте 80 лет, и если бы Бог оставил меня на этой земле на столь долгий срок и позволил мне дожить до пожилого возраста 80 лет, я очень хорошо знаю, как бы я выглядел и как бы я жил. Я бы продолжал жить дальше, зная свое будущее. Те, кто верит в Евангелие воды и духа, могут знать свое будущее, если они доверяют Слову Божьему и учатся у Него. Они знают все о том, что произойдет, не испытывая на себе этот мир и не живя в нем. Что произойдет, если вы последуете за миром? Вы потеряете все и в теле и в духе? Здесь Дина потеряла и свою чистую духовность, и свою девственную чистоту. У нее ничего не осталось. Вот, что Бог говорит нам, нам, невестам Иисуса Христа. Сатана искушает нас с вами таким образом. Заманивая нас понемногу, дьявол дьявол в конце концов поглотит нас целиком. Это стратегия сатаны. Поскольку такова стратегия сатаны, наш Господь использовал этот пример, чтобы преподать нам ценный урок, чтобы мы не были обмануты кознями дьявола. Рожденные свыше должны непременно жить в среде рожденных свыше. Даже если их обстоятельства могут быть трудными, они все равно должны верить в Бога непоколебимо своим сердцем и жить по этой вере. Если вы не верите сердцем, у вас нет настоящей веры. Настоящая вера приходит и приносит плоды только тогда, когда вы верите в Бога и следуете за Ним во всем с искренним сердцем. Если вы просто знаете Бога с точки зрения доктрины или какого-то интеллектуального измерения, а не верите в Него сердцем и в результате проживаете свою жизнь легкомысленно, то рано или поздно вы потеряете все. Четыре типа полей Господь говорил о четырех типах полей первое на обочине второе каменистое третье тернистое четвертое доброе поле Один крестьянин посеял семена на обочине дороги, но прилетели птицы и пожрали их все. Если вы просто знаете Слово Божье головой, а не верите в Него сердцем, то Сатана придет и пожрет вашу веру. Другими словами, даже если когда вы слышите Слово в первый раз, вы слушаете его как истину, то со временем эта истина исчезает из вашего сердца. У вас ничего не останется, потому что дьявол пожрал всю вашу веру. Во вторых, Библия говорит о каменистом поле. Каменистое поле не полностью лишено почвы. Здесь есть немного почвы, но проблема в том, что там слишком много камней. Из-за нехватки почвы посеянные семена не могут укорениться, даже когда прорастают и в конечном итоге погибают, так как не могут впитывать влагу. Третье поле – это тернистое поле. Сначала семена растут хорошо, но поскольку их затеняют терни, они не могут получить солнечный свет и в итоге погибают. Четвёртое поле – доброе поле. Семена, посеянные на этом поле, приносят плоды в шестьдесят и даже в сто раз. Это поле, которое сердцем верит в Слово Божье. Оно означает искреннюю веру в Слово Божье. Мы с вами относимся к одному из этих четырёх полей. И большинство святых сейчас живут на третьем поле – поле тернистом. Однако, даже если вы окажетесь на тернистом поле, не волнуйтесь, а лучше помолитесь Богу. Будьте честны и поговорите со своими духовными лидерами о своих проблемах. Обращайтесь к ним за советом. Объединитесь с церковью. Если вы не уверены в том, какую работу вы должны выполнять, учитывая ваши обстоятельства, спросите одного из наших служителей. Мои единоверцы, хотя наши служители не являются экспертами в этой области, они знают удивительную мудрость Бога и Его владычество, чего не знаете вы. Другими словами, они Божьи слуги, которые знают, как вы можете получить всё необходимое. Поэтому, если вы полагаетесь на этих слуг Божьих и советуете с ними, то ваши проблемы будут сразу же решены. Но, если вы продолжаете жить в тревоге, в одиночестве, задаваясь вопросом, как мне заработать на жизнь, что мне делать, чтобы заработать на жизнь, тогда ваша вера в конце концов погибнет, она умрёт, не принеся плодов, потому что вас затеняют и душат тернии и чертополох. Понимаете ли вы это? Те, у кого каменистое поле, второе поле, верят в Бога, но верят наполовину, иначе говоря, они верят в Бога, когда этому способствуют обстоятельства, и не верят, когда обстоятельства не способствуют. Мои единоверцы, исследуйте себя прямо сейчас, чтобы увидеть, является ли поле вашего сердца полем придорожным или каменистым или тернистым или добрым. Рождённые свыше не могут быть ни придорожными, ни каменистыми полями, они также не будут тернистым полем, если не веруют сердцем. Конечно, даже если кто-то среди рождённых свыше похож на тернистое поле, у этого человека есть хотя бы какая-то вера в слово истины, ведь семя было посеяно в эту землю по крайней мере один раз, но такие люди не приняли истинное слово Божье в своё сердце и не верят в него всем сердцем. Противоположность этому хорошее поле это то, которое искренне верит в Божье слово на сто процентов. Чтобы не говорило слово Божье, те, у кого такое поле верят в него, даже если не могут полностью его понять. Однажды воскресший Иисус сказал Петру, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете Иоанна глава двадцать первая стих шестой. Хотя это не имело смысла для разума Петра, он всё равно сделал то, что ему было велено, сказав, я сделаю, как ты сказал мне. И когда Пётр закинул сеть в глубину по слову Господа он поймал сто пятьдесят три рыбы. Подобным образом, те, кто верит в Слово Божье всем сердцем, даже если они не могут полностью понять его своим умом, это люди с добрым полем. Именно тогда, когда вы так верите, появляется Божье дело, и всё исполняется соответственно. Когда я смотрю на наших братьев и сестёр, я вижу всё, что происходит в их жизни. Никто из них не лишён серьёзных проблем. Некоторые братья и сёстры доверяют моим словам и следуют за мной, а также обращаются за советом. Другие же не доверяют мне и не обращаются за советом. Они стараются делать всё в соответствии со своей собственной мудростью и мыслями. Они никогда не хотят следовать примеру Божьих слуг. На самом деле, мне проще, если они не следуют за мной, поскольку мне не нужно ни наставлять их, ни отвечать за их действия. Но если кто-то обращается ко мне за советом, то я прошу этого человека сделать определённые вещи. А поскольку я не просто поручаю им какую-то работу, но и несу ответственность за её результаты, мне тоже в итоге приходится нелегко. Когда кто-то просит у меня совета, просто дать совет на словах это не совсем совет. Я должен быть ответственным до конца. Мои советы должны приносить хорошие результаты. Если этого не происходит, то для меня это превращается в серьёзную головную боль. Давайте станем хорошими полями, которые сердцем верят в Слово Божье. Вы не должны верить в меня, но вы должны верить в Слово Божье. Обычно, когда я общаюсь с нашими братьями и сёстрами, я редко говорю с ними один на один тайно. Я склонен говорить со всеми ними с открытым Словом Божьим. То же самое происходит, когда я проповедую. Мои проповеди это разговор между вами и мной, а я лишь посланник, передающий волю Божью. Однако есть люди, которые верят в это Слово Божье, проповедуемое мной, и есть те, кто не верит. Есть люди, которые спрашивают меня об определенных проблемах, с которыми они сталкиваются, а есть те, кто не спрашивает. Каждый раз, когда кто-то из святых спрашивает у меня совета по какому-либо вопросу, я стараюсь дать наиболее подходящий совет. Неважно, понимает это святой или нет, нравится ему это или нет. Это потому, что я консультирую наших святых с наиболее беспристрастной позицией и с наибольшей пользой для них, в то время, если святые искренне верят в Слово Божье, проповедуемое мной, и верят и следуют Слову в точности, как оно есть, искренне, как добрые поля, тогда все произойдет согласно их вере. Однако, если святые в своих заботах и тревогах верят наполовину, подобно каменистому или тернистому полю, или верят только в то, что могут понять, принимают только то, что соответствует их мыслям и отвергают то, что их не устраивает, то и это сбудется в точности в соответствии с тем, во что они верят. Мои единоверцы, самое разумное, что можно сделать, это верить в Бога всем сердцем. Мы можем пройти через царство веры только благодаря вере. Истинная христианская жизнь протекает с искренним сердцем и верой. Даже когда одно и то же слово Божье слышат разные люди, некоторые принимают его, говоря «Аминь», сразу же, как только услышат. Эти люди ведут повседневную жизнь в соответствии с этой верой. Но как быть с теми, кто, несмотря на то, что слышит слово, выбирает то, что хочет принять. Это каменистые поля. Это означает, что их сердца нечисты и наполнены собственными мыслями, подобно тому, как на каменистом поле слишком много камней и слишком мало почвы. Они отсеивают всё, что им не нравится, говоря, я не думаю, что это правильно, а вот это, напротив, кажется правильным. На таком поле нет достаточного количества почвы. Оно состоит на одну треть из почвы и на две трети из камней. Будет ли такое поле давать урожай? Нет, конечно, нет. Иначе говоря, вера там не может расти. Хотя все могут слышать одно и то же слово, только те, кто верит в это слово безоговорочно, как в хорошее поле, могут обильно получить Божью благодать. Хотя слово благословений было провозглашено в этот час, только те, кто действительно принимает его, могут получить эти благословения, а те, кто не принимает слово благословений даже в том виде, в котором оно провозглашается в этот час, не могут получить эти благословения, а те, кто не принимает слово благословений даже в том виде, в котором оно провозглашается, в этот час не могут получить эти благословения. Существует огромная разница между теми, кто полностью принимает слово, и теми, кто не принимает его. Эта разница проявляется и в дарованных Богом благословениях. Ваша жизнь веры должна быть направлена на то, чтобы верить в Евангелие воды и духа всем сердцем. Даже когда мы верой принимаем это Евангелие в свое сердце, дьявол все равно приходит и пытается поколебать нашу веру. Даже после того, как нам с трудом удается успокоить свое сердце, сатана все равно любит пожирать нашу веру, и он ненавидит, когда мы верим в слово Божье всем сердцем. Поэтому мы должны крепко держаться за слово Божье, пока сатана не поглотил слово из наших сердец. Так нам удастся сохранить наши сердца в виде добрых полей. В противном случае поля наших сердец будут испорчены и окажутся на обочине. Когда мы проводим собрание пробуждения, Божьи слуги ясно проповедуют Евангелие. Некоторые люди сразу же получают отпущение грехов, восклицая «Аминь», «Аллилуйя». Другим приходится гораздо труднее. Даже когда они слышат слово во время собрания пробуждения, а позже Евангелие проповедуется им индивидуально, шаг за шагом, объясняя каждую деталь, подкрепленную Писанием, они все равно говорят «Согласно слову, я безгрешен, но я все равно не могу в это поверить». Такие люди не верят в слово Божье сердцем, как бы подробно оно им не проповедовалось. Что произойдет с этими людьми, когда они вернутся домой с половинчатой верой в Евангелие? Все слово Божье, которое они слышали на собрании пробуждения, исчезнет, потому что пришел Сатана и пожрал все это. Поскольку дьявол подбирает все семена, посеянные в их ожесточенных сердцах, на придорожных полях, они в итоге теряют даже свою половинчатую веру, и она превращается в еще более твердую почву. Чем больше человек странствует по миру, чем больше у него истории и традиций, тем сложнее становится поле его сердца. Чем дольше христиане, которые не приняли Евангелие воды и духа всецело в свое сердце, верят в Иисуса, тем труднее становятся поля их сердец. Действительно, когда мы смотрим на христиан, которые долгое время верили в Иисуса, но не получили прощения грехов, мы видим, что их сердца чрезвычайно ожесточены. Со временем такие люди становятся руководителями церкви, такими как дьяконы, пресвитеры и пасторы. Когда мы спрашиваем их, верите ли вы в Бога, как по-вашему можно получить Святого Духа? Они говорят. Святого Духа получают, когда верующий молится на горе или постится и молится. Затем мы спрашиваем, получают ли Святого Духа таким образом? Есть ли у вас грех в сердце или нет? Они отвечают. Почему у меня нет греха? У каждого есть грех, но хотя у меня есть грех, я попаду на небеса, потому что верю в Иисуса. Затем мы снова спрашиваем, а вы грешны или безгрешны? Они говорят. Конечно, у меня много грехов. Затем мы спрашиваем, можете ли вы попасть на небеса, даже если у вас так много грехов? Они отвечают. Конечно, могу. Мы снова спрашиваем, тогда какие люди могут попасть на небеса? Грешные или безгрешные? Они отвечают. В рай попадают только безгрешные. Наконец, мы спрашиваем их, можете ли вы тогда попасть на небеса со своим грехом? Они говорят. Конечно, я могу. Это совершенно бессмысленно. Это говорит о том, что эти люди сами не имеют представления о том, как попасть на небеса. Это означает, что вера их сердец была чрезвычайно ожесточена. Хуже всего то, что их сердца заросли сорняками, которые сатана посеял под видом ортодоксальных учений. На обочинах много сорняков. На обочине часто проезжаемой дороги растут различные сорняки, такие как подорожник. Чем более часто проезжаема дорога, тем больше сорняков растет по обеим ее сторонам. Это связано с тем, что сорняки лучше растут, когда на них наступают. Точно так же и сердца нерожденных свыше превращаются в затвердевшие сорные поля. Мы с вами не придорожные поля. Если кто-то совсем недавно получил отпущение грехов, то каким полем есть этот человек? Возможно, сердце этого человека поначалу может быть каменистым полем. Возможно, кто-то с самого начала превратится в четвертое поле, то есть в хорошее поле. Но такие случаи очень редки. Обычно новые слушатели Евангелия воды и духа не принимают евангельское слово в чистом виде. Они слушают проповедников Евангелия, основываясь на своих бесполезных знаниях, которые они накопили к настоящему времени. Они должны изменить свое отношение, слушая слово, прежде всего, когда слышат, как кто-то проповедует слово Божье. Они сразу же говорят «Аминь», если учение совпадает со словом Божьим, думая про себя. То, что говорит этот пастор, не совсем соответствует моим мыслям, но его учение совпадает со словом. Хорошо, тогда слова этого пастора верны. «Аминь». Теперь я верю в это. Затем они отбрасывают свои мысли и верят в слово Божье именно таким, какое оно есть. Только тогда они становятся хорошим полем. Однако, обычные люди, которых Бог искал и встречал даже тогда, когда они не искали Его, обычно начинают свою жизнь веры со второго поля, то есть с каменистого. Хотя они и верят в Бога, но не более чем на 50%. Некоторые из них верят в слово Божье только на 30%. На самом деле, таких людей очень много. Когда они осознают, что их вера не полна и убирают камни, они становятся сердцами тернистого поля. Перед ними тьма, по бокам стены, за ними обрыв. И вот они молятся Господу. Они подгоняют слово под свои мысли. Так они и живут. Это тернистое поле. Мои единоверцы, достигается ли что-нибудь только потому, что мы стремимся к этому в своих собственных человеческих мыслях? Нет ничего, что было бы сделано нашими собственными силами. Когда мы рождаемся свыше, то, что происходит с нами, полностью зависит от Бога. Мы будем жить, если Бог спасет нас, и мы умрем, если Он убьет нас. Теперь мы принадлежим Богу. Мы стали Его собственностью. Жизнь веры заключается в том, чтобы верить сердцем. В царстве веры есть много мест, в которых мы еще не были, и много вещей, которые мы еще не испытали. Поэтому, когда мы вступаем в это царство, мы должны тщательно следовать Слову Божьему, как это делал Авраам, когда не знал, куда идти. Что мы должны делать, так это верить в написанное Слово Божье своим сердцем? Разве мы верим ради чьей-то выгоды? Сфера веры такова, что даже если вы верите на 100%, сейчас в дальнейшем трудно поддерживать 30%. Что произойдет, если вы поверите только 30% слова и отбросите 70%, когда слово придет к вам? Неверие преобладает над верой, и в вашем сердце зарождаются всевозможные сомнения. Когда такое неверие накопится, вы будете сомневаться даже в своем спасении, и вы неизбежно будете думать, неужели это действительно сбудется? Хотя слово верно, сбудется ли оно или останется неисполненным? Как мне жить дальше? Я нахожусь в полной темноте, отгороженный от всего, и у меня нет выхода. Мне лучше отказаться от этой веры. Вместо того, чтобы терять веру из-за жажды мира, давайте будем совершать дело веры до конца наших дней. Мои единоверцы, вера в слово Божье требует от нас 100%. Даже если наша вера на 100% тверда, она все равно может быть медленно разрушена нашими плотскими мыслями, дьяволом, нашими мирскими заботами и обстоятельствами. Остается лишь немного веры, как горчичное зерно. Мы все еще слабы, даже если мы верим в слово Божье, когда слышим его, и если мы не верим от всего сердца, то в конечном итоге мы выйдем в мир, как Дина. Что произойдет тогда? Бедствия обрушатся на нас. Когда я куда-то еду, мне трудно не отвлекаться по дороге. Однажды по дороге домой я осмотрел несколько достопримечательностей на рынке, и дорога домой заняла два часа. Живя в этом мире, если вы будете рыскать тут и там, то вам не хватит и двух часов, чтобы добраться до места, до которого, в противном случае, вам понадобилось бы всего 25 минут. Если вы встретите по дороге знакомого, то сразу же собьетесь с пути. Другими словами, если мы будем блуждать здесь и там, живя в этом мире, мы не сможем вести праведную жизнь веры. Если вы начнете смотреть на мир, а не держаться за свою веру, то в конечном итоге не сможете получить благословения, которые Бог хочет дать вам, и ваша вера не будет расти. Если бы Дина умерла, это могло бы стать концом всего, но она не умерла. Из какого колена была Дина? Она была еврейкой, а это слово обозначает тех, кто пересек реку. Вождь этого еврейского племени был ее отцом, а само племя не было таким уж многочисленным. Если бы что-то пошло не так, все это племя могло быть истреблено евеями из-за Дины. Из сегодняшнего отрывка из Писания мы должны понять, что нам никогда не следует блуждать по миру. Всякий раз, когда мы делаем что-нибудь в мире, мы должны помнить о том, что эта работа направлена на распространение Евангелия. Как же мы можем позволить себе быть обманутыми миром и следовать за ним? На самом деле, очень легко последовать за миром на один-два шага. И если мы сделаем два шага, то через некоторое время мы сделаем четыре шага. Когда мы таким образом сделаем четыре шага, с этого момента мы будем следовать за миром, не останавливаясь. К кому мы будем ближе? К Божьей Церкви или к миру? Церковь Божья будет отдаляться от нас, а мир будет приближаться к нам. Это большая потеря, так как все те люди, которые должны были быть спасены через нас, будут истреблены. Мои единоверцы, жизнь веры ведется с искренним сердцем. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь Бог говорит, что только обрезанные могут брать дочерей Его народа. Наш Бог говорит здесь, что мы должны провести четкую линию веры в наших сердцах. Кто мы на самом деле? Очевидно, что мы Божий народ. Как таким людям нам совершенно незачем выходить в мир и жить там в рабстве. Должен ли Божий народ привлекать людей мира, смотреть на их красоту и стремиться к ней? Нет, конечно нет. Знайте, что в Божьем Царстве вас ждут гораздо более прекрасные вещи, чем в этом мире. Почему мы должны жить в этом мире? Почему мы должны выходить в мир и работать? Чтобы проповедовать Евангелие Господа людям, с которыми мы живем в этом мире. Именно для этого мы должны продолжать свою жизнь в этом мире. Мы должны посвятить всю свою оставшуюся жизнь распространению Евангелия. Люди мира даже не сравнимы с нами. Если вы сравните меня с любым известным пастором во всем мире, это вызовет недовольство. «Хотя я не так уж велик, как человек, с духовной точки зрения, я, безусловно, слуга Божий и принадлежу к его народу. Как такого Божьего человека меня нельзя сравнивать ни с кем, кто родился свыше. Если бы кто-то сравнил меня с такими людьми, я был бы глубоко возмущен. Рожденного свыше нельзя сравнивать ни с кем другим. Каким бы умным и могущественным ни был человек, я никогда не смогу обменять вас на него. Уверовав в Евангелие воды и духа, вы получили прощение грехов и стали Божьим народом. Поэтому вас нельзя ни сравнивать, ни обменивать на кого-то другого. Запомните это четко. Божьи благословения также даруются через нас, рожденных свыше Божьих людей. Живя в этом мире, мы сталкиваемся со многими людьми, которые не родились свыше. Когда мы молимся за них, мы не должны просить Бога ни о чем другом, кроме как о том, чтобы они действительно родились свыше. Когда речь идет о наших собратьях, искупленных святых, мы молимся об их благословениях, но когда речь идет о закоренелых, бросающих вызов Богу, любое наше желание просить о благословении для них быстро исчезает. Даже если мы хотим молиться об их благословениях, мы не сможем этого сделать, пока Бог не позволит нам. Мои собратья, как верующие в Евангелие воды и духа, мы несомненно являемся Божьим народом. Мы – праведный народ. Как работники Божьи мы должны посвятить всю свою жизнь распространению Евангелия воды и духа. Мы никогда не должны ставить в своей жизни никакой другой цели, кроме этой. Так давайте же вместе обретем эту веру, проведем четкую линию веры и проживем оставшуюся жизнь в Божьих благословениях. Субтитры создавал DimaTorzok